Итак, в эту пятницу было верное воскресенье, или пальмовое, да, Палм Санды, вернее, сегодня Палм Санды, да, то есть Иисус Христос, Он въезжал в Иерусалим, и мы пели, хвалили Господа, пели Ему Ассана. Но сегодня я бы хотела, знаете, забегая вперед, поговорить о тех событиях, которые вот именно произошли уже перед тем, на сегодняшней неделе мы будем праздновать Пасху, перед тем, как Иисус Христос был распят, перед тем, как Он зашел на Голгофу. И просто соединить это с молитвой, важностью молитвы, потому что, знаете, когда-то задалась себе просто вопросом, о чем молился Иисус Христос, и если просмотреть просто в Писании, в Евангелиях, о чем Он молился, о ком Он молился, я думаю, что это будет просто идеальный пример вообще тем молитв, которые должны быть и в нашем сердце. И мы часто говорим, Господь, открой нам свою волю, открой нам свое сердце, мы хотим знать, о чем молиться, за кого, как молиться, да, то есть, чтобы действительно это было по воле Божьей. И, конечно же, мы с вами можем вспомнить самые такие фундаментальные молитвы, которые до сих пор мы знаем и говорим, и самое первое, это молитва Отче наш, да, Отче наш, ее знает, наверное, любой маломальский верующий человек. И на самом деле это не дословный пример молитвы, но в переводе сказано, молитесь же таким образом, то есть, это как рамка, как фрейм. И мы можем действительно, исходя из молитвы Отче наш, все ее знают наизусть, просто вставлять то, что мы хотим сказать, то есть, мы сначала благословляем имя Бога, да, мы признаем, что Он наш Отец, Отче наш, сущий на небеса, да, светится имя Твое, мы даем Ему хвалу, мы славим Его, да, да, придет Царствие Твое, мы провозглашаем Царство на земле, да, будет воля Твоя опасная, да, молитва. И очень часто эта часть, она, знаете, тяжело произносится, да будет воля Твоя, мы не понимаем до конца, что мы реально, мы должны подчиниться и принять волю Божьей и так далее, и так далее. Следующая молитва, которая называется Первосвященническая молитва, это одна из также важных молитв Иисуса Христа. Она описана в Иоанна, 17 глава, и, знаете, молитва эта происходит тогда, когда это был практически последний вечер с учениками, и тогда, когда уже действительно Иисус Христос, Он был вот на пути к Голгофе, к Гефсимании, и это Первосвященническая молитва. Казалось бы, ну, Иисус, молись за спасение всего мира. Вы знаете, что Он не молился за неверующих людей? Он не молился за мир, Он молился за нас с вами, Он молился о тех, кто остается после Него, и Он молился и говорил, Господь, сохрани тех, кого Ты мне дал. Он молился за церковь, молился за учеников, и вы знаете, оно того стоит, чтобы прочитать, если у вас есть Библия, то откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 17 глава, просто чтобы вы прочувствовали, насколько Он любит нас, насколько Он тогда, зная, какие Ему предстоят испытания, но Он все равно возносил молитву к Богу, да? У Него был выбор, и мы сейчас перейдем к этому, мы перейдем, и, в принципе, проповедь моя называется Гефсимания. Но я хотела бы напомнить вам просто вот эту главу, Евангелие от Иоанна, 17 глава, молитва, первосвященническая молитва Иисуса Христа. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Знаете, мы, как бы я буду немножко комментировать, думаем, жизнь вечная — это золотые улицы небесного Иерусалима. Оказывается, в понимании Бога жизнь вечная — это знать истинного Бога, знать посланного Тобой Иисуса Христа. Он молится к Богу, Отцу и говорит это, вот что есть жизнь вечная. Поэтому люди, которые, может быть, находятся где-то, я не знаю, на Севере, на Амуре, может быть, в Африке, которые совершенно еще, может быть, как нам кажется, но они не в Царстве, нет, они в Царстве, они знают жизнь вечную, они знают Бога. То есть жизнь вечная — это знать истинного Бога. И дальше он говорит, он говорит, 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 и вот, смотрите, 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Вау! Молитва практически перед Голгофой, перед мучениями. Молится Иисус Христос, наш Господь, Спаситель, о единстве Церкви. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Говорит про Иуду, ныне же к Тебе иду. И сие говорю, в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». И вот, понимаете, весь его настрой вообще, ведь, казалось бы, сейчас, скоро, практически, на следующий день, тебе предстоит агония мучений, страданий, да, смерти, унижения, всё. Иисус, Он молится, молится, молится о тех, кто пойдёт за Ним, о своих учениках, о последователях. То есть, вспоминая ещё молитвы, одна из ярких молитв, это молитва в Гефсимании, мы к ней перейдём. И молитва на кресте, тогда, когда Иисус, уже перед тем, как испустить дух, мы помним, что Он сказал, «Господи, прости, ибо не ведают, что творят», да? Мы вспоминаем так же, как Иисус учил молиться, и молиться именно за тех, кто гонит, за тех, кто проклинает, за тех, кто нас обижает, это именно Его воля, чтобы мы молились за этих людей. И когда Пётр, беседа Его с учениками, с Петром, да, когда все они клялись, что Иисус уже практически предсказывал, что вы все отречётесь от Меня, все. И мы помним, что насколько они наполнены, они били себя в грудь кулаком и говорили, «Да нет, да что ты, да кто предатель, да?» И Пётр точно так же, «Да если, да я никогда не отрекусь». И мы знаем, что все слова Иисуса Христа, они стали пророческими. И Господь сказал, что, чтобы молитесь и бодрствуйте, да, чтобы не впасть вам в искушение. Он много раз в разных местах говорил. И мы знаем, опять-таки, давайте мы перейдём именно вот к молитве, которая была в Гефсиманском саду. Эта молитва описана у Марка, она описана также у Матвея, у Луки и Гефсимания. Знаете, меня сподвигла на эту проповедь вот эта вот картина молитва Иисуса. Видно вам, нет, или далеко вам? Видно. Видно, нет? Видно. Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Так, мы видим, Иисус Христос стоит на земле, на коленях, да, положил руки на камень какой-то. И это действительно, это его было укрепление перед теми страданиями, которые должны были произойти. И вы знаете, меня в этой картине больше поражает вот эта сцена. Вот здесь, вдалеке спят ученики. Ну это на горе было. И хочется кричать, wake up! Wake up! Проснитесь! Проснитесь, да? Проснитесь, потому что в тот момент, когда действительно Иисусу Христу как никогда нужна была поддержка, Он остался один. Он остался один. И вы знаете, гефсимания, вот именно эта ситуация, она учит нас очень-очень многом. И мы можем прочитать также об этом у Луки. У Луки. Сейчас скажу, какая глава. Просто. Окей, 22 глава, 39 стих. И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, и за ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них, на вершение камня, и преклонив колено, молился, говоря, Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барине, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Вот молитва, еще одна молитва Иисуса Христа. И, знаете, задавался часто вот такой вопрос. Почему Иисус Христос, являясь Богом, молится к Богу? Казалось бы, зачем он молится? Потому что он молится к самому себе. Но мы должны, если такой вопрос нам когда-то задастся, просто понимать, что Иисус Христос был сто процентов Богом и есть. И сто процентов человека. И эта человеческая натура, которая была в нем, которая ему была дана для того, чтобы он явил людям пример вообще любви, как можно жить, да, что он пришел на эту землю в человеческое плоти, конечно же, она не хотела страдать, она не хотела умирать. И поэтому он укреплялся, он укреплялся, да, и в нем была уязвимость вот этой человеческой натуры, поэтому ему нужно было это подкрепление перед теми страданиями, перед самой такой великой битвой. Мы вспоминаем ситуацию, когда Сатана, помните, Сатана искушал Иисуса в пустыне. И там была тоже битва не на шутку, потому что были предложены все искушения вообще, и соблазны этого мира, да, и власть, и чудотворение он искушал его сделать. Но, вы знаете, битва, наверное, которая была в Гефсиманском саду, она была покруче, потому что это была битва не с Сатаной, а с самим собой. Скажите, мог Иисус вообще передумать, не пойти на крест? Мог? Мог. Мог, в принципе, он сказал, да зачем оно мне надо? Я вернусь к Отцу, но в нем было настолько вот это послушание, настолько в нем было принятие воли Божьей, да, и его человеческая натура, она говорила, пронеси эту чашу, если возможно, пронеси эту чашу. И мы очень часто, знаете, точно так перед Богом стоим и говорим, «Господи, я не могу, я не могу, пронеси эту чашу!» Мы не должны забывать добавлять, но да будет воля Твоя! Потому что, знаете, как сказано в Писании, что больше, чем человек может понести, Бог не даст. Он знает наш предел, Он знает наши возможности. Все, что может случиться, мы сами можем сделать шаг назад. Мы сами можем отступить. И, вы знаете, таких очень много было примеров, когда люди посвящали свою жизнь Богу, валялись в соплях и слезах перед крестом на этих энкаунтерах. И раньше мне казалось, что энкаунтер — это панацея, это такое служение, где человек, ну, обязательно соприкоснется с Богом. И, знаете, сейчас есть даже определенное учение, которое говорит, если в твоей жизни не произошел энкаунтер с Богом, то ты как бы и неверующий вовсе. Я видела, что реально к людям прикасался Господь. Но после этого кто-то брался за плуг и шел дальше. Аминь! Кто-то при каких-то испытаниях ломался и уходил, и разочаровывался, и обижался. И Бог-то касается, но дальше идти — это наша с вами обязанность. И, конечно же, эта обязанность, она, знаете, по человеческим силам нереальна. Но когда мы с Богом, когда мы ищем от Него подкрепление, когда мы в Нем постоянно нуждаемся, Он даст силы пройти. Точно так же, как и Господу Иисусу Христу Господь укреплял Его, мы видим, явился ангел. И Иисус прошел весь вот этот крестный путь, да, до самой смерти. Окей, дальше. Дальше. Знаете, если вообще брать... Книга рекордов Гиннесса, знаете, есть. И если написать самое большое страдание и мучение, которое переносил человек, самое большое унижение, то, я думаю, просто крест туда можно было определенно внести. Вот те унижения, те страдания, которые прошел Господь, Он испытывал, действительно, уже перед этим, Он испытывал сильнейший страх. Потому что вот этот процесс, когда выступает пот, и от напряжения лопаются кровеносные сосуды, и пот, он перемешан с кровью. Вы представьте, вот, пик этого напряжения, который был у Иисуса, в Его теле, в Его душе, в Его сердце. Какое это было борение. Как это было действительно, Ему уже началось испытание даже до креста. Да, это испытание, борьба, действительно, с самим собой. Но, знаете, следует сказать, что, вот, хоть это борение и было, но мы видим, как Бог его укрепил, когда Он сказал, да будет воля Твоя. Как потом Он уже спокойно встретил предателя, спокойно встретил этих воинов. То есть, это не закончилось, знаете, душераздирающим каким-то криком о помощи, унынием, знаете, как иногда у нас, если наша молитва, запомните, заканчивается, и мы не приобретаем во время в процессе молитвы шалом, мир, значит, мы не домолились, друзья. И не спешите вставать с колен, если вы молите за какую-то нужду. Должен прийти мир Божий. За что бы мы ни молились, чтобы мы могли лечь спокойно и уснуть. И чтобы этот мир, он с нами остался, да будет, Господь, воля Твоя. Я отдаю всё Тебе. А если вот эти терзания остаются, то, значит, нужно молиться, нужно искать ещё Божьего лица. И, конечно же, знаете, большой контраст. Только что была беседа в горнице, только что была вечеря, пасхальный этот ужин, да, только что была молитва об учениках, и вот сладость всего этого общения, всей этой беседы, она вдруг вот меняется на эти борения и на эту гефсиманскую вот эту вот просто дорогу, эту молитву, да, все эти испытания. И мы видим, что, конечно же, Иисус, он находится в другом месте Писания, что это скорбь, скорбь, он скорбел, он скорбел душою просто. И когда мы смотрим на эту картину, мы видим просто, сколько во взгляде написано. Господь обращается к Отцу, и он доминует эта чаша в меня, доминует, да. Но дело в том, что, когда мы вспоминаем, когда Иисус был на горе Фавор, и когда Он просветлел, лицо Его просветлело. Помните, был эпизод, Он был с учениками. Вот Ему в этот момент, момент перед страданиями, да, перед большой проблемой, Ему нужно было просветление Духа. И вот это просветление Духа произошло, да, когда Он искал лица Отца, и когда, действительно, Господь послал Ангела, Он укрепил его перед вот этими вот испытаниями. Гефсимания, вы знаете, она стала не только для Иисуса местом вот этих душевных мук, но и местом отверженности определенной и одиночества. Вот представьте, что у меня сильнейшая нужда. И я пишу всем, и я вижу, что все получили месседж, да, или я звоню всем, и оставляю месседж, и я прошу, помогите. У меня серьезная ситуация, и ни одного ответа, ни одного ответа, знаете. И вот точно так Иисус, Он призывал своих учеников, пободрствуйте со мной, помолитесь. И мы видим, что они в повалку спят, да. И это произошло и один раз. Он потом к ним возвращается, и Он говорит, и призывает их, бодрствуйте, уже бодрствуйте для себя хотя бы, и молитесь. Но они опять спят. И, знаете, я думаю, что, может быть, если бы они тогда были в молитвенном состоянии, потом, когда пришли вот эти все, которые хотели взять Иисуса, они бы в страхе не разбежались. Может быть, бы они не оставили Его. И Иисус это знал уже, и Он говорил, молитесь и бодрствуйте хотя бы ради себя. Уже не ради меня, но ради себя. И, знаете, очень часто вообще победа приходит, победа тогда, когда мы повинуемся. Если Господь говорит, сейчас молитесь, укрепляйтесь, да. Когда здесь слово проповедуется в церкви, я говорю, вот сделайте то-то на неделе, почитайте это, вспомните, значит, это нужно сделать. Когда мы это делаем в послушании, действительно приходит благословение. И, знаете, написано в Марка также, 14 глава, с 27 по 52 стих, вот описана эта ситуация в Гефсимании. И в 36 стихе, ключевой этот стих, когда Иисус говорит, говорит, «А воочи, всё возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего хочу я, а чего ты?» И когда мы размышляем об этом, да, мы понимаем, что очень часто наши молитвы, как молитвы маленьких детей. Господи, дай, Господи, помоги, Господи, исцели, Господи, покрой, Господи, сохрани и так далее, проведи, благослови. То есть наша молитва практически вся настроена так, большое слово «дай». Согласны, друзья? По большому счёту согласны? Кто из вас вообще молился в последнее время молитвой, может быть, брал пост и говорил, «Господь, хочу знать волю Твою, хочу знать сердце Твое». Олег, молодец. «Хочу знать Твою волю, да? Твою волю хочу». И вот как Иисус сказал, «Ничего я хочу, а что Ты хочешь, да будет». Знаете, может быть, вот из-за того, что мы не доходим до этого уровня молитвы, наши молитвы, обыденные, которые в жизни, они остаются неотвеченными, потому что мы до конца не знаем волю Божью для нашей жизни, для наших детей, для ситуации и так далее. Знаете, что гефсимания вообще переводится как давление, сдавливание. В гефсиманском саду росли оливковые деревья, да? И до сих пор, оказывается, на этом месте растут оливки и делают из косточек чётки. И сдавливание, да, сдавливание, вот действительно этот пресс, он упал на спину, вообще на жизнь Иисуса Христа, это было сумасшедший прессинг, сумасшедшее давление. И мы видим, что действительно Господь находился под этим прессингом. И что следует сказать, что действительно, если бы Его ученики, Его люди, которые ходили с Ним каждый день, каждую ночь были с Ним, они находились в этой молитве, может быть, что-то бы произошло по-другому в их жизни, да? И следует вообще сказать, что достаточно самоуверенные были ученики. Все перед этим клялись, все перед этим говорили, что мы тебя не предадим, и особенно Пётр, но практически все отреклись. Знаете, в Китае был такой случай, что один из таких фанатов кунг-фу решил о своей вот просто этой энергии, просто вот этой силой, да, в кунг-фу они там применяют все эти техники, энергетически там, я не знаю, надувают щеки и так далее, он хотел на ходу остановить поезд. И столько в нем было самоуверенности, вы знаете, он мне напомнил, вовремя полиция подоспела и не дала ему проэкспериментировать, спасли просто этого человека, вот он напоминает мне учеников. Они действительно были все уверены, что искушение их не достигло. Но мы видим, что определённый тест был, да, определённый тест пободрствовать с учителем, пободрствовать с их рави, да, как они его называли, пободрствовать, пободрствовать, как Иисус сказал, хотя бы час, хотя бы час. Вы знаете, вот искушение такого плана, всегда перед нами будет стоять выбор, всегда будет стоять выбор. Мы видим сейчас, как вот происходит в мире, как проталкиваются вакцины, да, и это даже не о вакцинах идёт речь, это идёт речь о том, чтобы люди подчинились, люди перестали думать, может быть, головой своей, да, как говорят, потом так будет, что там, меткозверят, что угодно, что они будут делать, но всегда будет дан выбор, вы понимаете, и, конечно же, наша плоть, она немощна, она может быть наполнена страхом, но наше укрепление в Господе, укрепление в молитве. Вы знаете, я всё время думала, когда была маленькая, когда мы были все, знаете, пропитаны вообще вот фильмами о Великой Отечественной войне, я очень боялась, что если придут опять фашисты и возьмут в плен, то я раскрою тайну, что я не выдержу мучений, что я просто, знаете, насмотрелась там партизанами Зои Космодемьянской и всё такое, и у меня был определённый страх у маленького, что я не пройду пыток, вы понимаете? Но дело в том, что, вот я думаю, христиане, которые в гонении, которые действительно проходили все эти испытания, где они брали силы? Где они брали силы? В Господе. Их сила была в Боге, и Бог укреплял их, и, я не знаю, ангелы являлись, не являлись, да, но они вот с этой верой, верой в Бога, в то, что Его воля благая. Ведь представьте, Иисус Христос молится, и Он понимает, может быть, у Него уже в глазах, у Него было уже это знание, что Ему придётся перейти. И Он понимает, что всё равно воля Отца благая, всё равно из этого всего что-то будет хорошее. Может быть, Он до конца не знал, что Он воскреснет, да, но я не знаю, как это было, но, опять-таки, даже если Он знал, что Он воскреснет, даже если, знаете, мы знаем, что мы с вами воскреснем, получим новое тело, мы с удовольствием пошли бы на крестное испытание? Конечно же, нет, потому что наша плоть, она противится, она всё подымается в нашей плоти. И вот укрепление, действительно, укрепление в Боге, в любой ситуации, что бы ни происходило, я не хочу, чтобы мы были, вот, действительно, как эти ученики, всё по барабану спят, спят где угодно, спим в служении, спим дома, спим утром, спим вечером. И тогда, когда вообще Господь, мы видим, что Он молился, молился, уходил постоянно на гору, молился всегда в уединении, чтобы Ему никто не мешал. То есть это место тяжело иногда, знаете, дома найти, потому что рука тянется к телефону, да, там телевизор в другой комнате, там, может, дети, там родные. Но это место нужно находить, потому что мы не выстоим, не выдержим, если не будем укрепляться от Бога. Мы превратимся вот в учеников, которые спят и, в конечном итоге, просто потом разбегутся. И это ответ, почему люди, которые посвящали себя на энкаунтерах, да, которые обещали Богу, но потом этого укрепления не происходило, и всё. Люди отпадают, люди уходят, говорят, что они разочаровались в Боге. И на самом деле в них не было Божьей силы идти до конца. Они этой силы не искали. И вот когда Иисус молился, первое, да, действительно, то, что Он предсказал, так оно произошло, и Он сказал эти сакраментальные слова, Он сказал, что бодрствуйте и молитесь, да, бодрствуйте, то есть укрепляйтесь, бодрствуйте и молитесь. И что ещё хочу про молитву сказать? Определённые такие, знаете, принципы в молитве вот в этой прослеживаются. И здесь написано, это значит, Марка, 14 глава, 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гессимане, и Он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова и Анна, и начал ужасаться и тосковать». Смотрите, как описано, ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И вот мы видим, да, что, ну, казалось бы, уже несколько часов остаётся там сколько-то распятия. Он ищет этой молитвы, и Он просит, просит их об этой поддержке. И мы должны просто понять, что молитва, на самом деле, это наше оружие в любом испытании. То есть какая бы проблема ни происходила, какая бы ситуация, вместо того, чтобы, знаете, психовать где-то, там, я не знаю, звонить кому угодно, ищите уединённое место, молитесь. Молитесь просто на колени, как угодно, за рулём, ну, молитесь. В Писании сказано, что много может усиленная молитва праведного. Усиленная молитва праведного. Особенно молитва единства. Я верю, что у нас много праведных людей в церкви. Но я хочу сейчас вам задать вопрос, такой, знаете, убийственный. Вот в вашей жизни, может быть, есть конкретная реальная проблема. Вы эту проблему принесли на общую молитву праведников в своей церкви. Потому что, знаете, мы можем сами долго очень молиться, может быть, даже что-то не понимать. Но мы с вами видели уже эксперименты, когда мы молились даже за незнакомых людей, и Бог отвечал. Много может усиленная, не единичная, усиленная, много усиленная молитва праведного. И это, может быть, знаете, ответ на то, что я молюсь-молюсь, эта проблема остается, она никуда не девается. Ты вообще поднял церковь на эту молитву? Очень важно, очень важно молиться в единстве. Это сильное оружие. И помните ситуацию, когда апостолы молились в горнице, в верхней, когда Дух Святой сошел. Они пребывали в молитве, они ждали Духа Святого. Этот Дух Святой как сошел, так потом тысячи людей покаялись. И действительно Господь просто поколебал это место. И когда мы молимся действительно все вместе, в единстве за что-то, Господь приходит, и Он эту ситуацию может реально поменять, поколебать. И вот, опять-таки, возвращаясь к нашим баранам, да, вот мы в пятницу, я, Олег, Валя, молимся. Молимся. Вы знаете, две недели меня не было, да, когда мы ездили в Франкин-Муст, и уже, знаете, настолько вот душа просто устремляется, хочется в церковь. Ну просто вот жаждет душа молитвы, правда? И, ну правда, я могу спросить тех, кто ходит, у меня вопрос, почему, почему мы не ходим в пятницу? Почему мы не можем прийти и свои нужды здесь провалить все вместе, да? Почему мы не можем попалиться за церковь, за страну, да? За нужды тех людей, может быть, ну кто-то, кто далеко находится. Почему у нас такое отношение, что церковь только в воскресенье, один день в неделю? Я понимаю нашу занятость, но, друзья, мы сами рубим ветку, на которой мы сидим. Это очень важно, это очень важно, действительно, чтобы самим нам не ослабеть в этом мире, не ослабеть в нашем христианском пути. Но приходить друг друга, просто поддерживать, промаливать какие-то ситуации, это очень-очень важно. Дальше, когда Иисус молился, вот когда Он был в этом Гефсиманском саду, почему мы рассматриваем Гефсиманский сад? Во-первых, потому что это событие, вот оно перед Пасхой произошло, и мы рассматриваем, никогда не проповедовало, эту молитву досконально не разбирало. Но потому что эта молитва, пример молитвы, когда человек находится в полном отчаянии. И не дай Бог, конечно, чтобы это с вами происходило, но что делать? Как молиться, когда приходит отчаяние? Так вот, первый принцип, когда Он говорил «Авва Отче», вы знаете, не так часто Он говорил, но здесь идёт обращение номер один, «Авва Отче», Иисус знал, что Его ждёт. И обычно люди, когда попадают в тяжёлые ситуации, они начинают жаловаться на Бога, я не знаю, на тех, кто подвёл, на тех, кто там украл, обманул и так далее, жалуются, и говорят «Бог, ну чего ж ты не разобрался? Что ж ты не пошёл впереди? Чего ж ты не защитил?» Иисус знает, что сейчас Его тело скоро будут рвать на кусочки. Он говорит «Авва Отче, значит, Папочка, любимый, родной, святой, всё равно доверяю тебе, вот чтобы в нас всегда был этот настрой, чтобы мы никогда кулаком в небо не трясли, не говорили «Почему ты это допустил? Я же десятину тебе всегда платила!» «Почему ты допустил до такой ситуации?» И вот Иисус знал, что Ему предстоит, и Он называет Бога Папочка, Отец, и Он таким образом, Он просто, знаете, Он подтверждает «Я знаю, что ты Меня слышишь! Я знаю, что без твоего вида Моего волосинка не упадёт с Моей головы!» Второе, Он говорит «Всё возможно тебе! Всё возможно тебе!» То есть это то же самое «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придёт Сарса Твое, всё в твоих силах, да, всё возможно тебе, да». То есть если у нас внутри нету веры, что Богу всё возможно, то не молитесь тогда. Если у нас внутри нету веры, что Бог может ситуацию любую решить, чего и молиться. То есть первое, признание «Авва Отче! Ты мой Отец! Я не комплэнчу, я не жалуюсь, я прихожу к Тебе!» Второе, тебе всё возможно! Тебе всё возможно! Всё в твоих руках! Он это просто подчёркивает, Иисус говорит. То есть Иисус верил, что Бог действительно имеет всемогущую силу. Третье, Он говорит «Пронеси мимо Меня чашу сию!» И вы скажете «Ну а тут-то в чём?» В чём здесь пример? А вы знаете, Иисус был честный, честен. Он был действительно честен, и Он рассказал всю суть своей борьбы, своей боли, своего конфликта. Вот и вы точно так, когда совершаете молитву, вот всего себя, всю себя вылейте, расскажите. Господь, Ты всё знаешь, ну вот, вот то, что я сейчас ощущаю, то, что я сейчас переживаю. И Он говорит «Пронеси чашу сию мимо Меня!» Тогда принцип честности. То есть надо честно рассказать суть своего просто конфликта, своего борения. Иисусу не хотелось страдать за грехи мира. Ну почему Он должен страдать за всех вот людей, которые Его хулили, издевались, да? Но Он не стал это таить. Он не стал это таить, да? Он принёс это Богу в молитве. Филиппийцам 4, 6, 7 говорит нам. «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это то, что я говорила, что с молитвы мы должны стать с шаломом, с миром Божьим, который нас наполнил, который нас успокоил. Мы отдали Богу, и мы должны вдохнуть, выдохнуть и идти дальше по жизни. То есть, знаете, мы должны вот в молитве открывать, открывать сердце Богу. И когда мы открываем истинные желания, сказано, как обетование, приходит мир Божий. Следующий принцип, что мы видим в этой молитве, нельзя даже сказать принцип, наверное, сильно сухо это сказано, но мы видим, как Иисус говорит, просто это кульминация молитвы, да, самое главное. «Но ничего я хочу, а чего ты хочешь». Да будет так, да. То есть, что он делает? Он ставит святую волю Бога выше чего? Выше своей, выше своей человеческой. Как я сказала, наши молитвы, как правило, в рамках «дай, благослови» и так далее. Да? «Дай, благослови». Мы должны понять, что молитва — это общение с Богом. И когда мы все время «дай, дай, дай», «исцели», «благослови», «покрой нужды» — это все время игра в одни ворота. Если мы ни разу не спрашивали, Бог, какая твоя воля, что ты хочешь, что в твоем сердце, то мы с вами молимся монологовой молитвой. Это не диалог у нас. Диалог у нас не строится, общения нет. Что такое общение? Это слушать то, что хочет Бог. То есть, в нас должны стать общие, да, мы говорим, что мы должны притворяться в образ Божий, иметь его чувствование, но в нас должны быть общие с Богом желания, мысли, да. То есть, и опять-таки, Бог не обязательно может проговаривать к вам, да, в Дух ваш, но Он может в Слове открыть. Ты молишься там, не знаю, «измени моего мужа или жену», а Господь здесь сразу открывает тебе свою волю через Писание. Ага, оказывается, это мне надо в чем-то измениться. То есть, пошел диалог, пошел диалог, да, пошло общение. И опять-таки вопрос, задайте себе вопрос. Когда я последний раз молился о воле Бога для меня? Когда я спрашивала Господь, что ты хочешь? И вы знаете, я хочу сказать, самое главное искушение дьявола в том, чтобы люди говорили о Боге, знали о Боге, да, и сейчас любого, кого не спроси, все знают Бога, все верующие люди, но личных отношений не имели, не имели личных отношений, ничего не получали, не слышали, только вот просят, как бы, а направления никакого не получают от Бога. И вот если мы действительно ищем близких отношений с Богом, то мы просто эту волю Божью увидим, и мы поймем, насколько она благая, прекрасная, как нам станет легче, друзья, легче. Иваночка недавно на Фейсбуке ставила, но я давно ставила тоже, и мне эти слова очень нравятся, сказано, что самое безопасное место вообще в жизни, на земле, это наше нахождение в воле Божьей, правда, согласны? Потому что если ты в воле Божьей, и благословение тебе, и охрана, и поможет Господь, и двери откроет, все, все, путь будет открыт. Но если ты в противлении, если ты хочешь свое, если ты даже не удосуживаешься Бога спросить вообще, что Он хочет и видит, тогда все будет очень-очень тяжело, очень тяжело. То есть настоящая молитва — это просьба, чтобы Бог стал хозяином твоей ситуации. Вот напишите себе где-то, чтобы Бог стал хозяином ситуации. Ну что делают ученики, опять-таки возвращаясь к ученикам? 37-38 возвращается, находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Вот Валюша не скрывает, говорит, в пятницу после недели работы, ну все тело говорит, что «Оставайся дома, оставайся дома, ляжь, отдохни, поспи, проведи время с ребенком». И такой тоненький, наверное, голосок Духа, да? Нет, иди на молитву, да? Вот постоянная борьба, друзья. И Господь нам это и говорит, что Дух бодр, хоть там и тонкий голосок, а плоть немощна, плоть тянет свое. И мы видим, что ученики, сказано интересно, что пока вот Иисус боролся, да, с этой скорби ученики спали, и Лука нам говорит, что они уснули от печали. Вот это то, что я говорила, что, знаете, если ты помолился, но так тебе воля Божия не открылась, ты в печали останешься, в тебе не будет мира. И вот они уснули, они уже, наверное, намучились как бы этими переживаниями, накручиваниями, и уже обессилены, уснули в печали. Знаете, вот то же самое было, когда пророк Иона убегал от Бога. Бог ему говорит, иди в Ниневию, да, пока этот народ, и расскажи им вообще обо мне. А он убегает, и он задрых себе уснул в печали, но в полном непослушании Богу, в полном непослушании. Пророк Илья тоже, когда он был в страхе от Иезавели, он так вырубился, что пришел ангел, он будил его, сказано, что он даже толкнул его. И Иисус, вот он понял сердце учеников, что они не могут его сейчас поддержать, что они не могут его поддержать в молитве, и они вообще не врубаются, они понимают, что будет происходить. Когда он им говорил, что мне должно умереть, они говорили, да не будет этого. Они его уговарили, они вообще даже не верили и не понимали. И он понял, что он остается один. Тогда он им указывает другую причину для молитвы, и он говорит им следующее. Следующее. Он им говорит, чтобы вы не впали в искушение, чтобы вы потом меня не предали, не разбежали, чтобы вы сохранили веру. И он им подчеркивает, дух бодрый, но плоть ваша, плоть немощна, поэтому молитесь, друзья, молитесь ради себя. И, знаете, он не сказал это, чтобы, знаете, как-то оправдать грех плоти их, но, знаете, еще когда Каин убил Авеля, вы помните, какие слова Бог сказал Каин перед убийством? Где брат твой? Это уже когда убил, а перед убийством, перед убийством, он что сказал? Господствуй. Грех лежит возле порога твоего, но ты господствуй над ним. Господствуй над ним, друзья. Мы не должны позволять греху господствовать над нами, что бы то ни было. Агрессия, гнев, желание там что-то взять, то, что не принадлежит, желание вставить свои пять копеек, несмирение. Это все грех, друзья. Это все грех. Мы не должны позволять ему господствовать. Ты господствуй. И 2 Коринфянам 10, 4, 5 нам подтверждает. Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. И пленяем всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Вот это наше господство. То есть вот эти превозношения, вот это наша гордыня, это наше выя, наша похоть. Мы должны это все пленить в послушание Богу, в послушание, в Его волю. И Бог даст нам победу, даст обязательно, если мы действительно подчиняемся. И хоть плоть наша и немощна, но Дух, Он в Боге может укрепляться. Вот для этого мы и молимся вместе, вот для этого ищем лица Божьего, и Слово читаем. И смотрите, 39-40. И опять отойдя, молился, сказав то же Слово, 40-й стих. И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И вот мы спим на служении, да. Ну сейчас бы я вам включила какую-нибудь, знаете, веселую, не знаю, зарисовку. Сейчас бы все проснулись, друзья. Аминь. Аминь. Да, сейчас бы все проснулись. Но вот как приходит это усыпление, как приходит просто, сказано, что глаза отяжелели. Глаза отяжелели. То есть, это знаете, у меня кот, когда просыпается, это вообще чудная картина, у кого есть коты, когда они вот полусонные, они вот так вот. Вот так вот. Вот просто хоть, как знаете, у этого кота, Антон и Джерри, вставляя спички, чтобы эти веки стояли. Я не знаю, я уже вам эти прищепки раздала. Что мне в следующий раз подпорочки? Подпорки раздавать. Спички-то. То есть, если вам эта картина знакома, делайте выводы, как папа мой говорит. Делайте выводы. Спички сами. Да, приносите сами. Кислород, открыть двери. То есть, да, если откроем их, может быть, кому-то нужно, да, отяжелевшими, что-то у нас или горит, или жарится, я не знаю, смотрите, чтобы не сгорело. То есть, смотрите, если эта ситуация знакома, друзья, надо что-то делать. Надо сделать, чтобы мы не были как ученики. Уже второй раз Иисус, который пойдет на Голгофу, подходит, говорит, не спите, а они вот так вот, наверное, просто с отяжелевшими глазами к нему пытаются, может быть, что-то сказать и вырубаются дальше. Мы видим вот разницу, да, что Иисус, который говорит, да, будет воля твоя, подчиняется полностью Богу, и ученики, которые вот отдались сну без всякого подкрепления, без всякого укрепления, Бога не ищут, дух вот в таком состоянии, плоть наоборот главенствует. То есть, вопрос такой, кто хозяин был ситуации вот с учениками, они так и остались в разочаровании, в боли, в страхе, и что происходит? И происходит следующее, и 41-42 стих, это уже результат молитвы, мы видим, знаете, сравнение, результат для Иисуса и результат для учеников, 41-42. Приходит в третий раз и говорит ему, вы все еще спите и почиваете, кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Настойчивая молитва Иисуса принесла результат, он непоколебимый, он укрепленный. Мы видим Иисуса в начале, который действительно с каплями крови, пота, который с кровью перемешан, мы видим борение, и Иисус уже здесь не скорбит и не ужасается, друзья. Но мы видим, что он окончательно укрепился в решении исполнить волю Божью. А что же ученики? А что же ученики? Мы видим, что 43-46, и тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами, колями от первосвященников и книжников и старейших. «Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его, ведите осторожно». И придя тотчас, подошел к нему и говорит, «Раби, Раби», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Иисус спокойно встречает их. Ни одна мышца на нем не дрогнет, да? Он встречает предателя, он встречает этих воинов. И вот реакция учеников. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Мы знаем, это был Петр. То есть, вы знаете, вот когда пиковая ситуация у нас такое. Или мы убегаем, или мы включаем агрессию, злость, открываем вот такой рот на ситуацию, да? Вот Петр был именно таким. Друзья, не копируйте Петра. Не говорите, что вас, Петров, темперамент не надает. И Петр отсекает ухо. Тогда Иисус говорит, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, учил, вы не брали меня. Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив его, все бежали». И тут уже разбегаются все. То есть, вот этот момент гефсимании прошел только Иисус. Они проспали, продрыхли, и они совершенно не получили никакого укрепления. И когда пришли воины, действительно, когда уже Сатана пришел, действительно, через Иуду действовал Сатана, они были не готовы. И, друзья, если в нашем мире будут происходить кардинальные изменения, когда это будет гонение, когда это будет притеснение, если мы останемся вот такими спящими учениками, мы все разбежимся, мы будем не готовы. И смотрите, тут вообще интересная ситуация. Один юноша, 51 стих, «завернувшись под огому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Друзья, это будущие апостолы, это ученики, да? И мы видим здесь, действительно, говоря, что это был Марк. Вы знаете, есть такая версия, что это и был сам евангелист Марк, который вот это и описывает. Такие подробности, знаете, не очень, как бы, презентабельные, что он вообще голым убежал, потому что страхом были наполнены и проспали, как бы, все. И мы видим, что Петр рванулся в бой за Иисуса. Он, может быть, вообще с просонья не совсем проснулся, не понял, да? И он не понял, что тут происходит, взял, отрубил ухо. И, в общем, только Иисус, Он среди этой толпы, Он остаётся невозмутимый, непоколебимый. Он остаётся хозяином этой ситуации. Вот я хочу вас призывать просто, чтобы вы не позволились